приветствую вас новая установка срач по поводу плана мира зеленского отменяется это уже не модно начинается новый срач по поводу ядерное оружие теперь в украине будет ядерное оружие боже какая дурня но я понимаю понимаю что людям надо убрасывать глупые идеи бессмысленные дурные тогда срач хороший будешь говорить что-нибудь умное нет знаете какая интересная ситуация там вышла информация по поводу того какая доля кредитов в капитальных вложениях украины этого действительно очень важная информация очень важно а вот ядерно я идиоты просто идиоты не не спорю не спорю власть начала эту глупую дискуссию хотя если вы внимательно слушали что сказал зеленский он сказал следующее или нас принимают а то или нам надо ядерное оружие это он просто сказал называется а потрандеть пустые разговоры разговоры политиков не более чем и ядерное оружие во первых это очень дорогая игрушка на сегодняшний момент россия не может финансировать ядерное оружие всего ядерное оружие россии только 7 процентов является действительно ну который можно использовать остальные не они законсервированы нет я не шучу это официальная информация официальная информация самого россии только 7 процентов почему дорого но пойти в советском союзе действительно тратились сумасшедшие деньги для поддержания ядерного оружия действительно одна из причин ну почему советский союз развалился не выдержал сша тоже сумасшедший но сша просто немножко дура ситуация америка может себе позволить напечатать доллар и финансировать ядерное оружие а мы а ну хочу вообще представляете какая-то дорогая игрушка вы же представляете что одна боеголовка чтобы ее создать сделать ну мягко говоря надо вас забрать практически все еще не гарантий что вы сделал да да время от времени вы слышите а вот там есть ядерное оружие в индии пакистан это не оружие вы как вы сказать это знаете конструктор детский конструктор разбросаны и ребенок с конструктора что-то сложил вот это ядерное оружие индии пакистан его нельзя использовать абсолютно ней пакистане где-то знает это больше ну скажем атаки взаимное надувание счет ну вот тоже самое то же самое северная корея да 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 нас то что прекращать ядерное оружие сейчас есть только в сша очень мало в великобритании опять же ну вот в великобритании при всех их деньгах дорого франции очень мало и ужасно мало в россии китая больше но вот если посмотреть получается сейчас сша китай а потом в великобритании франция последнем месте это очень дорого мало того эта игрушка бессмысленная да да сдерживание сдерживания да вот как раз держу не сработает но я понимаю что очень много спекуляции вот украина отдала ребята ну а пчел казахстан не вспоминаю казахстан тоже ну по большому счету можно вспомнить даже прибалтику потому что они территории прибалтики но там не ядер там склады были сядерного оружия отдали да было белоруссии и руси тоже был один но там не ядерное оружие а скажем а компоненты которые нужны были для того чтобы собрать одну ракету сядерный боеголов по большому счету когда в 90-х годах отдавали даже не отдавали не знали как сдыхаться я говорю что очень сложно содержать эту игрушку советском союзе до отбирали все что только можно одна из причин нищеты советского союза что все даребали забирали все туда но понятное дело что когда стала независимая украина независимая россия то казалось денег на эти игрушки нет и по этой причине да действительно когда их там сдыхали вообще вы подзабыли то были разговоры и очень такие же быстрее 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 надо отдать потому что взорвется ну просто денег в украине финансировать обслуживать то что было не было физически не было мало того фактически тогда ноту у нас то как бы были ракеты но не были их сняли с боевого дежурства чтобы не дай боже ничего не случилось вот такая ситуация по этой причине вот эти все разговоры мы отдали да не отдали вздыхнули создать новое чушь собачья денег украинских не абсолютно мало того согласно но как бы ну всему международному так сказать правой договоренности для того чтобы создать ядерное оружие надо получить разрешение ядерных государств то россия должна дать разрешение китай тоже и сша и франция великобритания дадут не сделать нелегально но и рот инди пакистан сделай ну и что да и грубо рядом надувая щеки ну причем и одна и другая сторона в общем-то понимаешь что не более чем мало того игруши ядерное оружие имеет чем недостаток ночи ну и обслуживать плюс надо постоянно с ним подзюкаться ну вот когда-то советском сузе проведили испытания тогда что сумасшедшие деньги тратить сумасшедшие в украине где за что но хотя и не спорю для срача дело хорошее большинство людям это не понимает и не глупости ты будь без конца и края говорить вот вместо того чтобы сказать ребята надо поднять налоги в украине потому что нам действительно для финансирования армии а тем более если с точки зрения что война затягивается нужны деньги вот это реальность этому это абсолютно нужная вещь что вам действительно поднять налоги чтобы как в израиле у нас были очень высокие налоги и за счет прессе украинских денег финансировать украинскую армию потому что сейчас у нас действительно большая часть финансирована за счет зарубежных но уж понимаете вести войну длительную которая 10 20 30 лет за счет чужих денег это архи сложно да сейчас есть какая-то часть денег которая финансирует израильскую армию но понятное дело относительно небольшая а так до израиль почти вот что надо сделать поднять налоги очень сильно уничтожить упрощенную систему налогообложения усилить фискальное давление тогда у нас будет как в израиле больше денег мы сможем самостоятельно финансировать армию вот что надо ну правда желательно оптимизировать у нас очень много мобилизованных которые действительно никакого значение военно не несут вот это надо вот это надо ну и понятное производство оружия да Да, да, да. Производство дронов. Но вообще, поймите, сейчас вот война, это показалось, что война дронов. По этой причине производство дронов не обязательно, которые летают. Которые и плавают, и бегают. Вот, вот, вот. Вот это радость. Вот это радость. Вот это реализовать можно. И сделать можно. Причем, дроны модифицировать, сделать более там умные, глупые и так дальше. Вот это радость. А ядер это бред, чушь, глупость. По большому счету, вступление в НАТО это тоже такая глупость. Я говорю, что с политической точки зрения даже приглашение в Украину вступить в НАТО это красиво. Красиво. Спорная тема, разговоры, заявления, удар по имиджу Кремля, по имиджу Путина, однозначно. С точки зрения военной защиты, это не работает. Ну, НАТО показало, она не работает. По этой причине, я говорю, если бы были умные люди, ну, народ тупой, глупый. Ну, как с ним говорить про налоги? Нереально. Как с ним говорить про то, что, ребята, ну, хватит воровать, давайте хоть немножко работать? Нереально. Как с ним говорить, пацаны, ну, сколько можно разгонять срач и глупость? Нереально. По этой причине для народа бред, чушь, глупость. Пускай будет больше срача. Так что да, пожалуйста, можете пересраться, усраться, всраться, пересраться и погавкать по поводу ядерного оружия. Причем, понимаете, очень смешно, когда люди ни в бельмес не смыслят, ни в ядерном оружии, ни в физике, ни в деньгах. Но такие эксперты, такие традежи. Когда я говорю, что народ заслужил войну, я говорю, правда. Сослужили. Не хотели жить по-человечески. И не надо. Живите так, со срачом, с дурью. Но если вы каждую дурь хватаете, обсуждаете, вы заслужили этого. Заслужили. Так вам и надо. Нормальные люди. Нормальные люди. Думают про то, как жить в мирной стране, как сделать карьеру, бизнес. Это нормальные. А люди, которые бегают по Майданам, которые любят срач, дурь, глупость, ткани действительно заслуживают войну. Сам Бог верил. Подробнее бывает. Так что, вы уже поняли. Новая установка. Срач по поводу ядерного оружия. Давайте, давайте. Пыржем над идиотиками. Давайте. Витаю вас. Выщенный спонсор моего канала. Это ваша помилка. Даже артуют, звичайно. Но, если вам действительно интересна эксклюзивная информация, если вас действительно интересна экономика, политика, но только для своих, ставьте спонсор моего канала. Там есть два пакета. Если не бывает, это больше политики, трешки истории, трешки экономики. И Клубки Ночной Мудрости выключно экономики. Зрозумейте, для своих это наиболее. Для всех не как карта ляжет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ! Продолжение следует...